Добрый день, друзья, если можно его назвать добрым. Последние новости хотим поделиться с вами. В общем, мы приехали, переночевали у наших друзей в Эрдемли. Здесь мы на нулевом этаже, все-таки безопаснее, чем на девятом. Наши друзья живут на двенадцатом этаже, там прям очень сильно колбасило. Мы решили остаться здесь, в Эрдемли. Здесь новая квартира, нулевой этаж, достаточно безопасно. Сегодня 7 февраля, в 5 утра тоже было землетрясение, в Мерсине. Потом в 9 утра было, но мы не почувствовали. Или это из-за того, что мы на нулевом этаже, или сюда просто не дошло. Но наши, мы потом ездили в Мерсин, и нам сказали, что там трясло, и нормально так. Вот, у нас все хорошо, у нас тут все есть, еда, вода, все без проблем. Кстати, хочется об этом сказать, что вот в магазины заходим, там никаких проблем ни с водой, ни с хлебом, ни с чем. То есть, все, что, все как обычно, можно, все, что хочется, можно купить. Но, к сожалению, очень много погибших в других городах. Там, на данный момент, сейчас время около 6. Уже более 3,5 тысяч погибших, 22 тысяч раненых. Вот, там, больше 8 тысяч спасенных жизней. Это вообще ужас, конечно. Начинаешь об этом думать. Я вот лично начинаю, когда думать, у меня просто автоматически слезы на глазах наворачиваются. Ужасная трагедия для всех нас. Мне кажется, это каждого коснулось, вне зависимости от национальности. Те, кто живут в Турции, те, кто даже не живут в Турции, кто когда-либо сталкивался с землетрясениями, то это просто ужас. Ну, пока что мы, наверное, еще несколько дней здесь поживем. Вот, спасибо нашим друзьям, что приютили нас. Вот, как говорится, друг познается в беде. Спасибо, Андрей. Вот, у них Андрей живет на 12 этаже. И говорит, тоже очень сильно трясло их. Это ужас. Вот, хочется сказать про... В общем, мы... Нам начали отправлять деньги. Вот, хотя мы даже не просили, ну, типа... Типа... Вдруг вынуждаетесь, ну, с такими, в общем, контекстом. Ну, в общем, мы сказали, нам не надо. Но потом я понял, что... Ну, вспомнил, что, по идее, мы можем... Вы можете нам отправлять деньги. И мы здесь уже дальше купим на эти деньги необходимые какие-то... Кофты, памперсы, детское какое-то питание, детская одежда, обувь для взрослого, для детей, одеяло, какие-то подушки. Все, что необходимо для тех, кто остался без жилья и некуда идти. Тут уже открылись пункты. Я позвонил. Я вот, почему до этого не снимал, вот, собирал информацию более точно, что мы можем сделать. По крайней мере, в наших руках есть YouTube. Вот, через YouTube мы можем собрать средства. Я уверен, что большинство, кто нас смотрит, сопереживает. И хоть у каждого... Каждому хочется хоть что-то сделать. Вот. И многие готовы уже отправлять, но не знают, как и куда. Вот. Я, наверное, в описании оставлю мою Тинькофф-карту. Вот те, кто не могут напрямую турецкие счета отправлять, можете отправлять мне на Тинькофф. Я отправлю их себе на турецкие карточки. Также внизу оставлю ссылку на наш телеграм-канал. Мы сейчас пытаемся его восстановить обратно. Там будут все скрины всех поступлений, всех переводов. Сколько в рублях, сколько это выйдет в лирах. И после этого также мы все эти деньги до копейки потратим на нужды тем, кто пострадал при землетрясении. Соберем... Уже я позвонил, созвонился с моими турецкими друзьями. Уже несколько фур было собрано, отправлено в города, где требуется помощь. Мы тоже, наверное, так сделаем. В любом случае, сегодня, завтра, еще недели, еще 10 дней. Это явно будет востребовано. Вся информация, я ее, наверное, оставлю под видео. Также я, наверное, где-то здесь ставлю места, куда вы можете пойти. В Мерсине, вообще, в разных городах. По-моему, там информация была про Мерсин, куда можно пойти. То есть, абсолютно бесплатно позавтракать, пообедать, поужинать, остаться на ночь. И вообще, всю полезную информацию я оставлю в фотографии. Если будет на турецком, я постараюсь внизу перевод написать. Те, кто находится в Мерсине, куда идти некоторые без машины, желательно оставайтесь где-то... Если есть машина в машине, если есть где-то квартира в безопасных местах, на первых этажах, где-то на первом этаже. Очень много сейчас, вообще, вот эти риелторские компании, которые находятся на нулевых этажах, у них у всех двери открыты. Все мои друзья, знакомые, риелторы, они все говорят, у нас двери открыты, чай, кофе, можете приходить без проблем. Посидеть, согреться, отдохнуть. Турки молодцы в этом плане, сплоченный народ. Стараются помогать, чем могут. Также есть, я смотрел у нас, у меня знакомый риелтор, у него 100 квартир для проживания, то есть, для 200 человек. Если кому-то надо будет, пишите. Я отправлю информацию по этому поводу. Номер телефона, куда можно позвонить, пойти. То есть, если у вас, если вы, например, с того города, где произошли землетрясения, и вам некуда податься, вы можете приехать в Мерсин и остаться здесь жить. У нас все хорошо, у нас тепло, сухо, уютно. Но мы думаем, как помочь. К сожалению, мы сами не можем поехать. У нас семьи, дети. Но хотя бы вот такую посильную помощь. Стараемся что-то придумать, что-то сделать. Использовать все наши возможности. Так, друзья, в общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кстати, спасибо большое за комментарий, за соболезнования прошлых видео. Мы это ценим, все это читаем. Просто не всегда получается отвечать. Но мы тоже присоединяемся. Очень сильно скорбим. Вообще тяжело, на самом деле, еще и тем более находиться рядом буквально в 45 минутах езды в ближайший город Адана у нас. Ужас. Мы очень потрясены просто этими новостями. Все, наверное. Даже все.